Расскажите, пожалуйста, какую сумму в итоге вы перевели злоумышленникам? 6 миллионов 340 тысяч с половиной. Первый звонок когда был? 12-го. 12-го января? Да, 12-го января. А вот человек, кто это был? Мужчина, женщина? Мужчина, потом и женщина разговаривали со мной. Вот опишите, да, что происходило? Сначала мужчина сказал, что он сотрудник полиции в Москве, номер своего табельного номера, потом сказал, что соединить с сотрудником банка, что взяли и сняли все деньги, они как бы в поле находятся вам более подробнее, сотрудник банка, продиктовали как зовут сотрудника банка, номер табельный, и потом сказали, что по номеру свяжется еще уже из вашего района, сотрудник с вами, и будет общаться, вы уже к нему придете на прием, но этого, к сожалению, ничего не произошло в течение вот этого всего времени. Большую часть со мной связывалась только с сотрудником банка. Под каким предлогом все это было? Вы деньги снимали? Под каким предлогом, что человек снял деньги, а не в поле, если я что-то с какого-то счета сниму, или даже сумму, которая у меня была на банковской карте, сберка, у меня самая сберкарта, просто-напросто зарплатная карта. У меня там была сумма 97 тысяч, у меня как раз в декабре пришла и отпуск у меня был, и отпускные, и зарплата, потом премии были, там за год, за месяц, и вот по итогам большая такая зарплата была. Потихонечку-потихонечку как бы они лежали, и вот мы и накопление всей мамины, мои как бы накопления. Но я бы не поверила в это, потому что много лет назад, наверное, в 19-м году у мамы сняли деньги. Это была ее пенсия вся, то, что мой вот, у меня отец был раньше, а вот полгода назад он умер. Ну, он работал. Говорится, пенсию получила, работала на двух работах, я тоже. И вот накопление все вот эти наши. Я извиняюсь, а вот вы эти суммами разными переводили деньги все, да? Да, разные. То есть в разное время, в течение какого-то промежутка времени? Да, 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 в течение промежутка, вот с 12-го и по, говорится, ну, практически по вчерашнему день. То есть до тех пор, пока вот эти люди, которые вам звонили, не стали смеяться и уже по телефону. Да, 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 потому что я надеюсь, сказали, что все, новый счет, и все вам предоставят, и новую карту. Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность. Помните, что сохранность ваших сбережений зависит в том числе и от принятых вами решений. При поступлении звонков от якобы представителей банка или сотрудников правоохранительных органов с сообщениями о сомнительных операциях по вашему счету или карте, прервите разговор и перезвоните в финансовое учреждение самостоятельно по номеру телефона, указанному на оборотной стороне вашей карты. Помните, что безопасных или резервных счетов не существует. Кроме того, когда вы держите в руках денежные средства, полученные за счет кредитования или снятые со своих банковских счетов, им ничего не угрожает. Не следует их переводить на якобы безопасные резервные счета, обогащая таким образом мошенников. Продолжение следует...